Здравствуйте, дорогие друзья! Это ответы на трудные вопросы библейского портала «Экзегет» и с вами священник Иоанн Тераутс. Сегодня мы с вами обсудим, почему среди апостолов Господа Иисуса Христа был один предатель, Иуда Искариотский. Неужели нельзя было найти кого-то получше? Давайте с вами поразмыслим над данным вопросом. Ведь действительно Господь знает наше будущее, Он предвидит наше будущее, но не предопределяет его. Это важный аспект, важный тезис, который мы с вами находим в вероучении Православной Церкви. Почему Господь предвидит, но не предопределяет? Для этого мы с вами обратимся к книге «Исповедь» Блаженного Августина. Уже в окончании этой книги есть некое рассуждение Блаженного Августина, епископа Гиппонского, о времени. Почему Бог может предвидеть? И как это предвидение не влияет на наш с вами выбор? Дело в том, что мы с вами живем во времени. Настоящее — это точка, через которую постоянно проходит некий луч. И из будущего это время переходит в прошлое. А эта точка — это всего лишь мгновение. Поэтому мы не можем с вами адекватно оценить ни настоящее, ни будущее, ни прошлое. Мы находимся внутри этой системы координат. В то время как Господь находится вне этой системы координат, и Он видит, что будет дальше. Да, Господь может своим промышлением помочь нам сделать правильный выбор, видя, что мы идем не тем путем, но что в то же время, ну и мы знаем с вами, что и промысл Божий может меняться, по крайней мере, святоотеческая традиция всегда настаивала именно на этом, что мы с вами можем ходатайствовать о изменении промысла Божия о нас или о наших ближних в своих молитвах и в изменении своей жизни. Иуда. А разве он не был наделен теми дарами, которые Господь дал двенадцати? Конечно, да, был наделен. Исцелял он больных? Да, исцелял. Мог изгонять бесов? Мог. Именем Господа Иисуса Христа. Но Иуда, в отличие от других учеников, по всей видимости, был очень требователен к вниманию. Был чем-то обделен, может быть, ранее. Пришел к апостольству с определенной травмой, но которую не смог избыть за время своего апостольства. И она вылилась в это предательство. Мы с вами помним, что на тайной вечере Господь говорит Иоанну, «Омочивши руку со мною всолила, тот предаст меня». Почему он дерзнул это сделать? Ведь это дерзость. Ведь председателем за этим столом был Господь Иисус Христос. Это его учитель, это тот, кого он по факту должен был любить, которого почитать должен был, и с которым у него должна быть какая-то субординация. Он ею пренебрег, потому что считал себя равным. Но почему Господь не отринул его? Почему он все-таки стал апостолом? Как мне кажется, для нас это очень важный урок, что Господь дает каждому из нас шансы справиться, измениться. И перед нами, перед каждым, лежит вот это вот, лежит этот вопрос, что я изберу, жизнь или смерть? Жизнь с Богом или смерть вне Бога? Я буду апостолом или буду предателем? Буду другом или буду врагом? Без этого выбора мы бы с вами не могли называться абсолютно свободными. Без этого выбора нам бы не надо было принимать никаких решений. Господь бы сам все за нас принимал и все за нас делал. Но тогда жизнь наша была бы вряд ли интересной, вряд ли была бы красочной, была бы слишком предсказуема. Поэтому наличие среди двенадцати Иуды не оправдывает его поступок, не делает его, как ныне многие хотят Иуду приписать к апостолам, приписать его к святым апостолам, говоря, что он исполнил самую главную миссию. Нет, ни в коем случае. Мы не оправдываем поступок Иуды. Мы говорим о том, что Господь каждому из нас дает шанс, каждому из нас дает возможность. И до самого последнего момента подает руку для того, чтобы выбраться, раскаяться и принести плоды достойной покаяния. Иуда раскаялся, но не изменился, поэтому закончил свою жизнь самоубийством. В то время как Петр, согрешив подобным образом, раскаялся и вернулся в прежнее апостольство. Посмотрите, как Христос обращается с Иудой. Разве выгоняет его? Наоборот. Он всякий раз призывает его к тому, чтобы тот обратился и изменился. И, соответственно, спасся. В связи с этим вспоминаются слова, что Господь не хочет смерти грешникам, но еже обратитесь и живым им быть. Всем нам, я желаю, воспользоваться благим шансом, который Господь нам подает, а не идти путем Иуды. Храни вас и Господь. До новых встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok